Всем доброе время суток, сегодня у нас 29 августа, канал Azimani. В данном видео хочу посвятить поиску товара на Амазоне. Почему именно этой теме? Ну, потому что на данный момент я сейчас себе ищу второй товар, и не только я. После двух месяцев работы на Амазоне, как бы, набрался определенного опыта, познакомился с многими интересными людьми, посмотрел много, ну, так скажем, имея много возможностей программного, посмотрел много, опять же, платных курсов, то есть уже какое-то сложилось мнение, плюс искал в интернете помимо бесплатных курсов, как искать товар, ничего не нашел. Вот хочу рассказать свою тактику, и хотелось бы, конечно, иметь обратную связь, пообщаться с людьми, которые больше имеют знаний, которые имеют столько же, ну и, соответственно, те люди, которые, в принципе, только это начинают. Начнем с простого. Каким образом можно искать? Ну, естественно, зайдя на Амазон, у нас есть группы Department. Здесь вот они располагаются. Я поиском занимаюсь не здесь, я захожу в бестселлеры, в данный момент, которые товары максимально, так скажем, продаются в своих подгруппах. Вот эти все подгруппы Department. Основные, основные, те, в которых мы можем работать без каких-либо проблем, это Sport Outdoor, это Petsupply, Party, Love Garden, Kitchen Dealing. Так, ничего не пропустил. Так что в комментариях пишите, в любом случае, те, кто приветствуется, так скажем, потому что любая новая информация, любая информация интересна. Можно всегда пообщаться. Home Kitchen, значит. Ну, в принципе, из простых номинаций, таких, которые групп, это, в принципе, все. То есть здесь более 90% товара мы можем тащить и без проблем торговать. Вот, то есть тут можно отбирать, ну, реально рабочие группы. Потом есть еще группы, такие как автомобиль, baby, beauty, камеры фото, селл, там, фон. Следующий у нас. Ну, компьютер, электроникс вряд ли. А вот, хелс, здоровье и персональный уход тоже к этому относятся. Это те подгруппы, где надо выбирать. То есть у автомобиля там достаточно маленький вариант. То есть это все, 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 все подгруппы, которые второй группой я назвал. Там будет где-то процентов 10-20 максимум товара, с которым можно спокойно работать. Где-то надо будет с Амазоном пообщаться в чате, чтобы вам открыли доступ. Где-то предоставить какие-то сопутствующие документы. То есть вот, например, там, я не знаю, там, отдел сумки. Сумками тоже торговать нельзя. Но при предоставлении, при общении с чатом Амазона, в любом случае, это подгруппы можно открыть при определенных условиях. Даваться подробности смысла нет, потому что с каждым товаром совершенно различные условия. Так что все остальные группы, в принципе, к нам не относятся, и нам они не особо будут интересны. Еще то же самое, то есть мы будем искать бестселлеры и хот-нью-релиз. То есть это те товары, которые недавно сортовали и показали отличный результат. Все то же самое, все те же самые группы, все абсолютно то же самое. Так, возвращаемся. Бестселлеры. Много я посмотрю платных курсов, бесплатных тем более, но я не вижу, в принципе, ни одного такого расширенного, подробного подхода к поиску товара. У обычных людей, которые не занимаются завлекухой на платной курсе. То есть такого практически нет. Все видосы до одного, по крайней мере, что я видел, подскажите, скиньте ссылку, у кого есть другая информация, я с удовольствием посмотрю и поучусь, опять же. Потому что век живи век учись в любом случае. И то, что я сейчас рассказываю, это лично мой опыт и лично мои знания. Если я этим буду заниматься два года, естественно, знаний моих будет больше, будет другой совсем опыт, будут другие представления. Но так как на просторах Ютуба достаточно ограниченный выбор, сейчас вы можете по Амазону найти больше отзыва обалденных курсах. Ну, то есть отзывы, отзывы, отзывы. То же самое, что там я не знаю сейчас. По заработку, как мой канал идет, и все такое в этом роде. Так что... Или поиск товара, например. Там человек может показать там 10 минут. Ну, возьмем Petsupplies, неважно. Сейчас я на данный момент занимаюсь, так скажем, долблю эту группу, отбираю, собираю свой список. То есть иду сначала широким диапазоном по определенным критериям. Критерий, в принципе, много, очень все относительно. И на самом деле, почему... Начнем с собак. На самом деле, почему я рассказываю про поиск товара. Потому что это, в принципе, начало, это самое главное. Как бы там ни было ничего здесь такого супер, какого-то сложного или легкого нет. Здесь больше момент такой. Есть тактики продаж. В зависимости от этих тактик мы выбираем товар отчасти. Потому что можно зайти в очень конкурентную группу, и просто не хватит товара, не хватит денег. Мы можем зайти в неконкурентную группу, там просто нет продаж. Как вот у меня с первым товаром проблема. Вот. То есть просто, когда я Марти Мейса подбирал по тем же, в принципе, критериям, хотя не было некоторых программах у меня, я выбрал товар, и на данный момент он практически не продает. То есть я сижу, жду сезон. Вот. Но пока я его раскручивал, научился многим-многим всяким штукам. Плюс, плюс много людей, много советов и всего этого в этом роде. Так что не рассчитывайте на то, что вы сделаете классные фото, причем самые лучшие на Амазоне. Не рассчитывайте, что вы сделаете самый лучший листинг на 200 символов тайтл. Там отличные буллеты. Короткое описание, все четко, с решением проблем. И напишите великолепное описание. И никаких у вас гарантий нет, что вы вообще будете продавать. Вот вообще никаких. И все это вот. А это просто, так скажем, дополнительно. Это нужная вещь. Но как бы без других движений, правильно выбранного товара и тактики продаж, у вас ничего не будет. То есть, соответственно, делится, в принципе, для меня на три части. То есть, это купить товар, выбрать, ну, в смысле, выбрать товар, тот, который нужен правильно. Желательно желательно учитывать все нюансы, вплоть до того, что лучше в рынок входить в поднимающийся, не дай бог, не в падающий рынок. Но лето, в принципе, только летние товары, они сезонные. Это как продуктное питание торговать. В лето продается одна вода да пиво. Ну, вот, и здесь то же самое. То есть, не надо в лето, если мы в лето входим, достаточно сложно в лето входить. Лучше входить в осень, конечно. В лето входить в начале лета сезонным товаром. А если в лето входить, то надо готовиться к паузе. Вот я сейчас на данный момент понял одно, что вот эти два месяца я просто сижу в паузе и жду своего, так скажем, шанса, момента и применить свои знания, чтобы продвинуть товар на желайственную первую и вторую страницу. Ну, желайственную первую, потому что по статистике первые три товара в группе это 68% продаж. Нашел я там такие данные, не могу на них, конечно, точно сказать, но как бы это логично. Первая страница дает 80% продаж по этому ключевому слову или фразе. А все остальные имеют всего 20% продаж. Вот, пейперклик, опять же, рассчитывать на то, что вы сделали вот этот лисен замечательный, если не получилось, то вы пейперкликом вытащите. То же самое могу вас огорчить. Если не сезон, я пейперклик заводил десятки акций разных, не вариант. Если нет сейчас продаж, то можно добиться хотя бы импорт показов, импрессион, так скажем. Но будет КТР у вас очень высокий, цена за клик будет дорогая. Если даже у вас будут клики, не факт, что будет покупать. Ну, просто не востребован товар. Из-за этого рассчитывать на пейперклик, к сожалению, на что я рассчитывал, тоже вам не советую. Ну вот, то есть, ну, если опять же вы попадете в сезон и все нормально, пейперклик поможет. Но пейперклик это не Яндекс и не Гугл. То есть, кто с этим знаком, это чуть-чуть по-другому. Да, КТР тот же самый, соотношение показов к кликам. Но сам непосредственно у Яндекса и у Гугла, в принципе, все понятно. Хочешь на первой странице быть, будет стоить столько. Особенно у Яндекса. Хочешь быть в тройку, в первую входить, будет столько стоить. Вот это аукцион, он открытый, он показательный. Все нормально. Ты знаешь цену за клик, ты, соответственно, оптимизируешь свои ключевые фразы и вперед. Здесь такого нет, то есть, ты наставил широким диапазоном, вошел узким диапазоном. То есть, все зависит, надо поставить цену за клик. Ставка стоит 50 центов, а у тебя показов нет. Ты ставишь доллар, а у тебя показов нет. Ставишь полтора, а у тебя показов нет. Ставишь 2 доллара, у тебя там 3000 показов, 5000 показов. Потом, вот сейчас я в августе начал ставить 2000, у меня 20 тысяч показов стало. На автомате, причем, показов всегда больше, чем на мануэле. Если на мануэле, там, когда ставятся ключевые фразы собственные, там Мазон сам предлагает свои. И опять же, они больше показываются. Вот, очень много таких вот нюансов. И главное, что непрозрачно, непонятно. Я 5 долларов ставил за клик, чтобы просто много было показов. У меня снимали по 3 доллара, хотя я на товаре всего зарабатываю 4. Ну вот, из-за этого очень-очень такая сомнительная вещь. И причем это зависит, по примеру других людей, далеко не от конкурентной ниши. То есть, я знаю людей, у которых более конкурентная ниша, и они платят по 500 центов. То, что зависит от КТР еще. Потому что это немаловажный фактор. Ладно, не будем отходить дальше. Ищем товар. Причину я объяснил. Думаю, достаточно подробно. Понятно, для чего выбрать надо товар. Я не хочу никого пугать. Я хочу просто обратить на это внимание, что это действительно очень важно. Просто очень важно. Так что выбирайте внимательные. Есть рекомендации. Первая рекомендация – это не брать из зоны товар. Рекомендация – вкладываться в габариты, вкладываться в вес, соответственно, и объем. Но, чтобы цена продажная наша была желательной сейчас, я могу точно сказать, больше 20 долларов. Но при от 20 до 30, вообще вот 29-99, мне кажется, идеальная цена в продаже на Амазоне. Но вы должны понимать, что конкуренты почем продают. Если конкуренты продают от 19 до 50 долларов, то велика вероятность, что вы тоже будете по 19 продавать. Потому что разговоры о том, что вы сделаете упаковку, красивую коробку, назовете свой товар, премиум, никаких гарантий вам не дает, что он будет продаваться по 29-90, даже если есть у вас дешевле по 19-90. Совершенно нет. Потому что очень много товара, похожего по качеству, похожего во всем. И просто кто-то демпингует. У всех различная тактика продаж. Нет такого, нет взаимосвязи, что вы поставите рядом упаковочку, как многие советуют. И что у вас сразу премиальный товар будет. Американцы – не дебила. Я сам лично оплачивал человеку, вот я в предыдущем видео, по-моему, показывал, за консультацию, он мне сразу-сразу обратил внимание на цену. То есть я тоже там влез в премиалку, даже не премиалку, я среднюю цену поставил. И он мне сразу посоветовал, обратим внимание на цену. Лучше вложи не в пейперклик, а именно в цену, чтобы органически товар выходил. Потому что он начал, естественно, сразу мониторить, нашел аналогичный товар, хотя у меня, в принципе, вообще конкуренция. То есть мой набор, он специфический. Это может быть тоже, кстати, минусом. То есть вы начинаете велосипед какой-то придумывать. Смущает, смущает, когда мы торгуем одним товаром. Предположим, мы будем торговать, я не знаю, вот этими ошейниками. Не буду, конечно, про них говорить. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, вот пример. Пример, пример какой-нибудь. Ну, то есть можно конкурировать ниши, где вообще абсолютно одинаковые товары. Вот абсолютно одинаковые. Сейчас я вот открою, может там память что-нибудь есть. Придет мне в голову. Придет мне в голову что-нибудь. Похоже. То есть вот бывает, вот прямо торгуют, например, там еще посмотрим. Абсолютно, вот вообще. И мы отличаемся только надписями. Даже пускай у нас скрытое качество. Там, ну, здесь неподходящий пример. Хотя вот уже, вот пример. Вот раз, 8,99. Вот два, 8,99. Бай. А горе, придай, продавец. Бай. Ну, то есть разное явно. Товары явно одинаковые. Здесь 4, 8,99. Здесь 3. Вот они отличаются количеством. Здесь, грубо говоря, 6,99 вообще один. Ну, это абсолютно одинаковые товары, скорее всего. Даже если, даже если. Отличается реальным качеством. Ну, то есть больше толще силикон. Ну, и здесь вот на картинке непонятно. Карабин есть? Есть. То есть, это вешается сумка для, наверное, собак. Что это у нас? Да, Пэт Суплайн. Сумка для собак там. На сумку вешается для собак. На рюкзак вешается за карабин. Вот эта штука. Она превращается как в узкую такую тарелочку. И человек, ну, наверное, там фотографии если включить. Вот. Выглядит это вот таким образом. Вот. И человек достал, собаку там накормил, попоил. Ну, вот у них так. У нас там пустую банку от сгущенки туда нальют воды. А у них вот так вот. И получается. Вот с абсолютно на одинаковых товар. Бестселлер продает 6,99. Эти, естественно, уже демпингуют. Эти демпингуют жестоко просто. То есть уже 4. И может быть, я еще раз говорю, качество быть разное. Но на фотографии это не отображается. Это непонятно. Не услышите, не увидите этого. В описании напишется. Там хоть будете там барабаны бить. Но это не очевидно. Очевидно только количество на данных фотографиях. А бывают товары, где торгуют вот прям вот этими плошками одинаковыми. К примеру. Такой вот пример. Одинаковыми плошками. И надпись только разная. Там Вася. Здесь будет Петь написано на тарелке. Саша и так далее. Ну, то есть различные бренды. Разница только в брендах. Хотя, еще раз повторяю. И качество может быть совершенно разное. Но покупатель не может его потрогать. Он может на фотографии видеть. На фотографии это абразив достаточно сложно. Особенно если технические какие-то приборы. Там, я не знаю. Ну, можно писать у меня там чип такой-то. В каком-нибудь плеере там наушниках или там, я не знаю. В градуснике. А вот, например, да, кстати, градусники. Вот эти, которые меряют температуру мяса там. Они вообще один-один. Которые на кнопку сжать. Сейчас я их не найду, наверное. Вот. То есть просто один в один. Технически, может быть, они там чем-то отличаются. Технически. Как там градусник написал. Сейчас напишу, вам покажу. Вот. Это одна медаль. Я, к сожалению, кстати, не обладаю знаний на английском языке. Достаточно. Но жить можно. Так, так. Мне вот нужны вот эти вот градусники. Вот смотрите. Группа градусник. Если, например, хотите ими торговать. Ну, это один и тот же. Бам, бам, бам. Вот чем они отличаются? Ну, да, что-то экран там отличается. Ну, то есть вот очень сильно похоже. Если вот загнаться. Есть там и за бешеные деньги, там. Какие-то профессиональные, не знаю. Ну, огромное количество абсолютно одинаковых таких вот градусов. О чем я говорю? Они отвечают только названием типа бренда. Типа в кавычках. А бывают товары, например, там. Вот мы рассматриваем группу Pet Supplies. Например. Даже, ну, возьму не собак, например, кошку. То есть, с игрушки. И они огромное количество разных игрушек. Абсолютно. Просто, хоть и будет запрос, опять же, Cat Toys, там, ну, пускай, Bowls. Например. Вот. В любом случае. Ну, вот можно копировать. Вставлять. Чтобы не мучиться, не забивать. Вот, огромное. Они вроде Cat Toys, то есть, ключевики вроде одинаковые абсолютно. Но товар абсолютно весь разный. И можно здесь и упаковкой играть. И товаром, и с пластикой, и с резиной, и с хэбэ. Там, я не знаю. Ну, абсолютно разный сам вид. То есть, из-за этого вся и разница. То, что разные группы по-разному работают. Так, на это, я думаю, обратил внимание. Теперь, теперь непосредственно будет поиск. Кошка мне не нравится, потому что... Вот нюанс про цену. Вот, например. Кто знает, напишите в комментариях. Вот цена 2 бакса. Бестселлер. То есть, они продают там сотни в день. Потому что бестселлер ранг их 83. Подсуплаясь номер один. А, фомантичен вообще. 83. Но, в любом случае, нормальные продажи у них. Из-за этого у меня складывается такой вопрос, что не забывайте о том, когда мы им продаем товар, отдаем его бесплатно, в виде рекламы, там, по промо-коду и так далее, мы платим Амазонам от минималки в основном около 5 баксов. Как они вылазят? То есть, у них должна быть какая-то супер-минималка как-то... Ну, непонятно, лично для меня. Непонятно, как они выплачивают. То есть, я понимаю, когда ты покупаешь товар за бакс, потом доставка у тебя бакс, это 2 доллара затрата, плюс 5 долларов подаешь Амазону примерно, ну, грубо, 4,5, 5,5, все зависит от вес, от габаритов. Получается у нас себестоимость, грубо говоря, 7 долларов. И ты продаешь по 10,99, 9,99. Я могу это понять. Тем более, если у тебя объемы хорошие, даже, может, и 8,99, на 2 долларов, это нормально. Но когда продают уже за 2 доллара, пускай себестоимость даже здесь 10 центов, неважно. 3 цента пускай себестоимость. Ну, в чем, конечно, это невозможно. То есть, себестоимость в любом случае, если игрушка, там, скорее всего, одна полиграфия дорожная, чем сами эти игрушки. То есть, в любом случае, там, центов 60-70, это вот стопудов. То есть, как они живут с Амазоном, как они дружат. Амазон вроде сам не торгует. То есть, кто-то продает какая-то контора. Ну, не знаю. Вы пишите в комментарии. Я потому, что из-за этого у кошек игрушки не прокатывают. У собак, если взять с собак, игрушки прокатывают. То есть, мы берем опять. Хотя здесь тоже они жестко, жестоко. Ну, то есть, средняя цена здесь. Сейчас посмотрим с помощью программ. То есть, это за 5 долларов. Тоже непонятно. То есть, с Амазоном, видимо, какая-то есть скидка у монстров. Вот этот бестселлер, может быть, надпись или еще что-то, дает какую-то дополнительную преференцию. Так, ищем товар. Ну, стандартно у нас есть несколько вариантов. Я сейчас классический напишу. FB Toolkit. Это для того, чтобы... Ну, сначала мы скачиваем вот эту программу. Она называется... Сейчас покажу. Это для тех, опять же, кто не знает. Все, я думаю, знают. Вот она у нас называется GSM Amazon Quickie. То есть, она у меня вот в расширении находится в обе сверху. Так что скачивается. Такое название. Небольшая проблема забейте для хрома расширения. В принципе, проблем нет. FB Toolkit и, естественно, смешер, который многие недолюбливают, но в любом случае. Еще у нас есть... Так. Смешер сейчас закроем. Смешер, значит... Это все бесплатно. Тут есть, наверное, платные какие-то. Вот FB Toolkit точно есть платные варианты. Но мы тут этим можем пользоваться и бесплатно. Так. Еще у нас тут есть естественный жанр в скаут. То есть, вот есть группы. Мы, соответственно, забиваем, выбираем группу, выбираем BSL-Rank и видим продажу. Тоже такой же принцип, ничего такого особенного. Так. Какая у нас еще программка есть интересная. Ну, в принципе, я пользуюсь вот этим. Именно для анализа продаж вот этих программ, я думаю, достаточно. На данный момент я пользуюсь вот этой программой Amazon Skull. Достаточно интересная программа. Стоит она 50 баксов. Ну, так что можно ее приобрести. Отличие, в принципе, от смешера можете посмотреть. Вот, например, данные по этому. Все буду примеры покажет на Amscope. Я не рекламирую. Рефералки здесь никакой нет. Покупки, продажи никому не советую. То есть, сами смотреться мне не принесли. Вот, давайте посмотрим просто по числам. Amscope рассказывает, что у них более точные данные, что, вот, недавно они сделали изменения. Они убрали ошибку, связанную с тем, что некоторые товары обозначаются BSL-Rank без главного. Ну, то есть, например, там, номер 1 в Petsupply. некоторые товары пишут номер 1 Petsupply и пошли подгруппы. Соответственно, все эти программы считаются, зависит от BESL-Rank главной группы. Получается ошибка, когда они главной группы, он читает уже по подгруппам. это некорректные данные. То есть, они как бы это изменили. Ну, давайте посмотрим, в принципе, какие у нас данные. Ну, первые 80. В чем отличие? Здесь у нас, получается, количество продавцов, количество вариаций, здесь этого нет, цены, категория, BESL-Rank, вот он, BESL-Rank, потом, значит, уже забыл, как в пользовательстве. Это у нас продажи в месяц, здесь продажи в день. Мне это больше нравится. Продажи в день реально удобно. Зачем мне умножать, делить на 30, не знаю. Может быть, когда я буду там космическими кораблями в космосе, тогда, да, действительно, мне нужны уже такие годовалые еще данные, что я за год сколько продал. Но мне реально на данный момент удобно, паштучно в день. Это усредняя данные, это уточняя данные. Можно посмотреть Конго, 28, 153, 10700. Значит, 153 умножаем на 30, получается 4500. Вот такое вот различие. BESL-Rank, 28, 28. Здесь показаны совсем разные цифры. Ну, вот, соответственно, из-за этого каждый может верить тому, что, здесь 74, 1500, 1500, 147, но опять, видите, здесь получается, если умножаем на 30, мы получаем, опять же, сумму 4500 продаж. Правда, это неправда. Ничего не могу сказать. Программы разные. Возьмите, ну, давайте, здесь по supply, например, BESL-Rank, 28, сколько он пока, что, кит, говорят, что он самый точный. Патя, можно сюда забить, так, 28, 54, 54, last day, в среднем 67 продаж. 67, здесь у нас 2, здесь 67 тысяч, но вот они, в принципе, один в один. Я не знаю, здесь совсем другие цифры показывают. То есть, вот такая вот история с программами. Каждый выбирает свое, верит в то, что показывает своя программа. Фишка этой программы заключается исключительно, чтобы это все продать, недостаточно рассказывать о том, что она более точная, потому что никто это говорить не может. Понятно, что все считают, определяют какой-то коэффициент, связанный с отношением продаж, уменьшение остатков. И потом, значит, они это определяют, в этой группе определенные, то есть, по каким-то ключевым точкам, грубо говоря, выбрали там какие-то товары, по ним определяют товар на остатке и бестселя рынка. На основе этого они определяют, сколько продают. В день, в месяц. Вот, в принципе, вся достаточно простая система. И у кого более точные данные, да кто его знает. В Django Stout платная, есть такая же программа в точности. Есть еще другие такие же программы. У меня вот одна такая. Потом у нас что еще идет здесь интересного? То, что они придумали как раз фишку. Фишка, связанная с тем, что, опять же, для них очень важно соотношение отзывов, ревью, к продажам. То есть, есть такое предположение, что чем меньше отзывов, тем, соответственно, легче войти. Менее взрослый, менее старый товар, так скажем, которого там мамонта, его сдвинуть попроще. Или действительно у него там такое количество отзывов, количество продаж. И они как бы говорят нам, разработчик, что чем больше зеленого, тем лучше. В принципе, отчасти я соглашусь, да, однозначно, очень важно, чтобы было, чем меньше отзывов, тем лучше, значит, этот товар не так долго на рынке. Потому что не все активно раздают товар, многие реально на органике сидят. Соответственно, чем меньше отзывов, тем меньше они просто работают, потому что отзывы собрать не так же просто. Плюс нам пробиться наверх надо по каким-то критериям. А критерий отзывов, социальной оценки один из самых важных. В принципе, все в этом отношении. То есть, программку я показал, как работает, в принципе, я думаю, все понятно. Будут вопросы, пишите мне в комментариях. Теперь, теперь смотрим конкретно как и почему делать определенный выбор продукции. Ну вот, мы, грубо говоря, зашли в Pet Supply. Сам начал я сейчас нажму. Вот у нас есть группа. Есть такие товары. Еще раз говорю, не забывайте, что здесь в бестселлерах. Если мы во все департаменты зайдем, две. То есть, надо смотреть и здесь, и здесь. То есть, отсеивать товар, в любом случае, какие-то новые, как это сказать, тенденции, тренды. Вот. Могут оказаться и здесь. Товары, которые сейчас очень популярны, постепенно поднимают, так сказать, популярность. есть. Вот. 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 Не релиз. Еще есть такая штука, такая программка хорошая, на мой взгляд. Это вот такая программа, watchcount.com. Она показывает нам популярность товаров на eBay. Сами понимаете, трафик по продаже в Америке, в первую очередь, это Amazon и eBay. В любом случае, дополнительную информацию вы можете получить и на этом сайте. Какие-то товары, опять же, сравнить, что где популярно, вот, и проверить по тому же бестселлерынкам, по тем же программам, популярный товар на Amazon. Является ли популярным. Здесь у нас есть, ну, проще всего не вот этим пользоваться даже, а вот здесь, Most Watch Basic, то есть, основные, грубо говоря, показываем, выбираем категории. Ну, и опять же, все те же самые категории, примерно они похожи. Подсуплай у нас есть здесь. Да, вот подсуплай, например. И мы получаем вот такие вот варианты. Что популярно на eBay, например. И это чисто справочная информация. Она ничего нам не гарантирует, но для того, чтобы проветрить мозги и чтобы получить какую-то новую информацию полезную, можно еще взять, ну, различные группы, пробуйте. В принципе, вот это, конечно, топ eBay search. Кейворды можете забивать. Ну, вот, соответственно, у нас получается, как это я группу не забил. Популярные запросы. Популярные запросы мы тоже можем смотреть. Так, не хочется мне показываться. Так, еще раз. Топ eBay search. И педсуплай, например. понеслась. Ну, и вот, соответственно, док той популярный, док одежды, там, аквариумы, там, ну, я не знаю. То есть в группе педсуплай вот такие вот интересные запросы. Посмотрите, походите, дополнительный товар, это для того, чтобы анализировать, что на данный момент популярно. А, все, пошли теперь уже совсем конкретно. берем собак, как я делаю. Берем еда, предположим. И все, вот, пошли в еде подгруппу уже. Dry. Wet. Ну, вот. Ну, едой мы торговать, естественно, не будем. Возьмем игрушки, самый простой. Вот, начинаем, опять же, подгруппу, код подгруппу. Начинаем Goals. Ну, и прям я беру, копируем. И понеслась. Вставляем. То есть, смотрим, да, можно сказать, там, у первых, там, читаем вот эти отзывы, там, туда-сюда. Потом я по этому поводу скажу свое мнение. Открываю я, например, эту программу. Смотрю, продажи есть. Это классно. То есть, без продаж, в принципе, BestSellerRank смотреть, что BestSellerRank смотреть, что продажа. Только здесь программа сразу нам переводит все. Вот, продажи. То же самое здесь. Можно смотреть BestSellerRank, можно смотреть, Trunk у них называется, не BestSellerRank, Run. Можно смотреть продажи. То есть, много продаж или мало в данный момент. потом я что делаю еще. Вот я скопировал вот это вот. Беру Google Trends захожу. Там, неважно, у меня там любые товары, какие-то болтаются, там, PetBet, DogToy. Ну, вот можно посмотреть. Можно сюда забить, например, CatToy. Насколько он популярен в запросе. Мне нравится в сравнении видеть, насколько популярен. Понятно, что это просто запросы в Google. Никакого отношения к продажам это не имеет. Но это косвенный фактор популярности товара. Ну, вот мы видим. Самый популярный у нас DogToy. Это мы 2004 года смотрим. Не сбавьтесь от этого по всему миру. То есть, меняем США. Если мы в США естественно торгуем. Если торгуется где-то в другом месте, то ставится другими странами. Соединенные Штаты. Ничего не меняется. Плечом тренд, например, желтенький. DogBed жестко растет. То есть, собакам все больше и больше ищет народа кровати. То есть, без кровати они обойти не могут. Софа им не подходит. То есть, слабый запрос. А вот кровать очень серьезная. В Соединенных Штатах такая динамика по годам. Ну, естественно, берем на данный момент что происходит. На данный момент происходит вот такой боковой тренд. То есть, никаких тут изменений нет. И соотношение мы видим запрос. В принципе, наглядно посмотрели. Тематика нормальная. DogBed популярный товар у нас, естественно, вылазит. И я, грубо говоря, если есть у нас хороший тренд, хорошие продажи, нет годового спада такого, то есть, еще раз, если мы берем 12 месяцев, достаточно ровно все это идет. Подъем у нас в декабре был. Так что мы можем ждать только подъема. По большому счету. Вот такой вот товар. И мы делаем что? Мы просто-напросто забиваем себе на список товаров. Это как раз широким диапазоном идти. Да, я там в курсах можно описывать описание, тайтлы, буллеты и все остальное. Тратить на это миллион времени, фотографии и все остальное. Я так не делаю. Я отбираю сначала продаваемый товар. Продаваемый товар это ввиду самым широким диапазоном. Вот самым широким. То есть, если товар продается, мне он уже интересен. Я проверяю несколько страничек. Если он на несколько страничек продается, мне это интереснее становится еще больше. Я не смотрю там отзывы. Кстати, здесь все красное. То есть, все скажут, что сюда лучше не влазить, потому что количество отзывов очень большое. Плюс большая бешеная конкуренция. Отзывы тысячи, тысячи, три тысячи, ну там семьсот, восемьсот. Ну то есть, делать здесь нечего. Я, в принципе, так и считал. И свой товар я выбирал именно по тем курсам, как показывали, что надо там брать, чтобы у тебя было, я не знаю, три-четыре товара, не больше в твоей подгруппе с отзывами больше семисот, чтобы у них были там плохие описания, там желательно фотографии, чтобы еще там всякие моменты были. Ну вот, на данный момент опыт мой подсказывает, так что я это сделал, у меня особо великих продаж нет, мягко говоря. А люди, которые брали вот такой вот товар, нормальный товар, вот в такие ниши, я не имею конкретно это, где вот такие бешеные продажи, где все красное и ничего. И продают, и через PaperClick продают, и через органику продают, потому что у них мой товар продается только на первой, там, я не знаю, там, второй может страниц, а у них продается, там, пять страниц, шесть страниц, то есть ты попал на третью, на четвертую, так как товар весь разный, то есть, если вы ищете там градусник, вы посмотрели, все градусники одинаковые, выбрали по цене, выбрали по отзывам, все, вам особое описание там даже читать, и все остальное бессмысленно, у всех одно и то же, то есть вы даже зашли кому-то на классный тайтл, зашли кому-то на классное описание, все прочитали, посмотрели один в один такую же температуру, термометр, все посмотрели, пробежались по ценам, выбрали в соотношениях цены, в соотношениях отзывов, хорошие отзывы, больше отзывов, и все взяли, вот и все, а я вам могу сказать, что не надо рассчитывать на свое качество товара, потому что, во-первых, вы его на 100% проконтролировать не можете, как бы вы его не контролировали за деньги, и все вам там проверили, все равно он может ломаться, могут быть скрытые дефекты, все что угодно быть, первый момент, и второй, немаловарный момент, не забывайте, что вот я рассказал, что вы сделаете классный листинг, да, сделать классный листинг, а конкуренты просто будут с десятков аккаунтов вам писать говно, просто вот все, что можно, негатив, они будут туда писать, и люди, у которых есть продажи, новички, у которых особенно мало отзывов, очень сильно от этого страдают, очень сильно, из-за этого в любом случае приходится бесплатно раздавать товар на отзывы, и не надо рассчитывать ни на что, то есть надо рассчитывать только на свои силы, потому что если рассчитывать на лотерею, очень большая вероятность пролететь, так что имейте в виду, конкуренты не дремлют, и не надо думать об этом, что это бывает иногда, вот у кого есть продажи, у всех есть негативные отзывы, реально от левых чуваков, то есть там на аккаунте нет отзывов, я не знаю, Дэвид Бэхэма отзывы пишет, и все вот такие вот вещи, то есть если ты там, грубо говоря, прошаренный, но большая проблема с 10 IP-адресов набить аккаунтов там, например, ну я не знаю, можно даже до сотни аккаунтов дадить, можно, ну десяток, в разных местах, сделать IP-адреса, купить бесплатные книжки, бесплатные, и вы сможете писать отзывы, и все, можно 5 книжек купить, 3 книжки купить, можно 1 книжку купить, и вы сможете писать отзывы, и люди этим пользуются, и огромное количество негативных отзывов, несправедливых пускай, и бороться с ними нельзя, никак, потому что Amazon убирает более-менее отзывы, и то с горем пополам, те, которые относятся конкретно к продавцу, но те, которые относятся к товару, они вообще не трогают, вообще не трогают, и вообще без разницы, еще можно повлиять как-то на топ-ревьюеров, в помощи того, что написать много негативных, что не помог его отзыв, то гипотетически, если вы очень много напишите, он потеряет в рейтинге, гипотетически он уберет этот отзыв, и все, а левым аккаунтам вообще наплевать, положительная их история, или отрицательная там, не помог, то есть это вообще никак не помогает, да, есть там всякие выхищрения, например, написать классный отзыв, поставить 3 звезды, потому что 5-4 звезд, это хороший отзывы считается, 3 и ниже, это плохой, и написать там супер отзыв, и написать, ну, мне не понравилась доставка, слишком долго доставлю, а мне не понравилась упаковка, товар классный, все супер, ну, мне вот там не понравилась, что я не знаю, ну, такая какая-то мелочь, и послал 3 звезды, и за нее проголосал твои друзья, и они стоят на данный момент, там, специально показывают, самый плохой отзыв, самый хороший, но это как мертвым припарк, то есть, это все такие вот сопли, грубо говоря, помощи от них практически нет, если человек видит, читает, и вы не успеваете закрывать, отрицать отзывы, у вас с этим будет большой проблемой, то есть, вот такая вот, вот такая вот проблемка, так, ладно, опять отошел от темы, выбираем товары, соответственно, таким макаром, все, возвращаемся назад, волосы прошли, классный товар, все то же самое, копируем, вставляем, это видео, опять же, еще много людей обратились после моих видео, прям реально новичков, как искать товар, и для них, вот конкретно, я это еще и пишу, так, 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 вот такой вот товар, все мы можем увидеть, открываем опять, принцип работы на всех одинаковый, еще, говорю, обращайтесь там, поясню, что смешер, что этот, просто мне так быстрее, удобнее, и это видео, именно познавательно, а не конкретно, как вам там искать, принцип, главное понять принцип, каким программам будете, купите англскоп, там, я не знаю, купите жангл скаут, не купите ничего, я вообще ничего не покупал, так, что, пользовался на начальном этапе, именно бесплатными, и сравнивался друг с другом, то есть, надо пользоваться, надо перепроверять, это мы будем делать в самом конце, когда мы отберем, ну, я не знаю, несколько десятков товаров, вот таким макаром отберем, опять, продажи есть, все супер, мне все нравится, красное, мне не нравится, то есть, отзывов очень много, ну, и продаж много, смотрим в следующей странице, что происходит, опять продаж много, опять одна краснота, я потом покажу, и зеленые, просто не буду их там искать, ну, думаю, сейчас даже здесь дойдем до зеленых, ну, вот так вот, но продажи есть везде, это говорит о том, что это очень продаваемый товар, и, опять же, при технике продаж, я потом объясню, как пробиться, попытаться пробиться, по крайней мере, на те страницы, где есть продажи, попытаться, первое, это пробиться туда, второе, это закрепиться, так сказать, удержаться, так, это мы все сделали, посмотрели, товар классный, отложили, идем дальше, смотрим следующий товар, товар, это у нас диски, вот они у нас как раз, насколько я помню, не айс, опять открываю программку, просто я смотрел, вот дневные продажи, и на скольки страницах идут продажи, естественно, я гораздо тщательнее, подробнее все это просматриваю, ну вот сами видите, нет, нифига здесь продаж, были бы даже хоть все здесь зеленые, не знаю, не сработало, у меня не работало, то есть, да, здесь 5 продаж, 6, 7, 8, 9, 10, и говорят, что надо заходить в неконкурентную нишу, пример, людей, с кем я общаюсь, еще раз говорю, продажи будут у тех, у кого группы реально конкурентные, где вот тут понемножку, по 5, по 6, по 8, вот у меня группа такая же, продажи очень плохие, может быть что-то изменится, но, я не знаю, тактика всех своя, опять же, в комментариях буду рад пообщаться, по скайпу, по вайберу, не пофиг почему, вот, и поучиться у людей, кто там что-то подскажет, и скажет, что я не прав где-то, или, скорректирует меня, вообще, кому это будет интересно, ролик это будет смотреть, нам этот товар не подходит, возвращаемся назад, делаем рутину, продолжаем и так далее, все понятно, док, то есть мы пройдем, возвращаемся назад, докс, нажимаем, игрушки, мы сделали, вот я по-моему, груминг, 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 у груминга, видите, еще какая подниша, и вот так, подряд, все, все, все подряд, вот, например, вот такой вот товар, кстати, он как раз, cat, dog, brush, можно просто brush, попробовать, смотрим brush, вот такие вот штуки, здесь и варежки сюда входят, проверяем, еще забыл уточнить, очень важная вещь, очень важная вещь, но здесь уже зелененьким повеселее, уже рекламы у нас спонсоров нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, нельзя сказать, что это фантастическая группа, но уже шесть зелененьких, в соотношении, значит, продаж, 27, 23, это считается классным, здесь у нас есть средняя цена, средняя цена, я уже говорил, желательно от 20 долларов, но, если мало бабок, а хочется попробовать, так скажем, если очень хочется, все можно, так же и здесь, BestSellerRank у нас 58, очень высокий, review 989 тоже очень высокий, но опять же, даже на первой странице, сколько зеленый, смотрим на второй, то есть, нам, в принципе, это не обязательно совершенно, вы можете этот алгоритм также прочитать, абсолютно без проблем, то есть, просто смотреть соотношение продаж и соотношение review, здесь просто автоматически, как в таблице Excel, одно поделили на другое, вот, то есть, вот такая вот история, продажи на второй есть, конечно, это не док, то есть, но тоже неплохо, и таким макаром, мы это смотрим, но, хотел уточнить, самое очень важное, так скажем, при поиске товара, ну, естественно, надо опять в Google Trend зайти, надо другим механизмом там еще проработать, проверить, но самое важное, чтобы ключевая фраза соответствовала на 100% ключевой фразе, через которую будет идти основной тракт продаж, это очень важно, потому что вот браш, здесь раз, два, три, четыре, это я уже не знаю, что такое, до граммин браш, не знаю, как он работает, какой-то там навороченный, здесь уже перчатка влазит, но браш, видимо, соответствует, то есть, можно взять и проверить, реально идет ли трафик по Google Trends, опять же, в сравнении там, я специально забил, вот товары, похожие, и сравнить, насколько браш, вот видите, насколько он в запросе более популярен, по всему миру, как раз вот этот вот, чуть не слетаю, ну, как правило, как правило, рейсинг такой нет, такой, фотострофический, как гибель, ППСРС, Соединенные Штаты, в любом случае, я говорю, все то же самое, так что, вот такая вот история, то здесь там, перепроверили, все, очень популярный запрос, ну, просто вообще, до кто, если отдыхает у нас лохнет пока же на еще более популярно но в любом случае интересный товар все познать сравнение я так вот то есть мать все перепроверили проверили плюс браш мне нравится что они все разные то есть можно найти тот браш который вам подойдет конкретно то есть которую функционал совершенно разные там может что-то новое найдете вот конга вообще он как бы необычный то есть что он тут делает нарисован я даже не знаю то есть понятно то есть силикона вот эта штучка вот грубо говоря они там то есть прикольно вещица опять же там какой-нибудь силикон нибудь какая-нибудь там штука но чтобы руками дома держать снова нужна вещь я помню меня со своим собакам и руками все это делали и щетки в основном у нас я помню были вот такие вот щетки вот такого плана только дернул я мою сенбернара подшорсток и полностью она вся покрылась подшорстком вот так что ищем таким образом товар все те кто ищет товар начинающий особенно обращайтесь можно принципе я могу прогнать через эту программу всем помочь но по мере возможности естественно у кого там зачем обязательно покупать по крайней мере поймете видите и сравните грубо говоря свой товар подходит он не подходит только единственно подготавливать сразу группу политик ничего особо полить бесов потому что ну я не знаю когда говорю там нельзя показывать товары все стану да но как правило это говорят по другим причинам то есть для меня лично показывать свой товар нежелательным всем подряд из-за трафика соотношение покупок и трафика захода на мою страницу а не из-за того чтобы просто скрыть свои реальные результаты работы или какие-то еще там моменты грубо говоря что там другой человек товар не привез чтобы конкуренцию не поднять там не рассказывать свои как правило не рассказывать про свой объем или не показывать свой товар такое правило существует но для начинающих ничего страшного нет абсолютно потому что мы тут пятером в десятером один два три человека с нами конкурирует тысячи десятки тысяч людей товар можно даже сейчас выбрать по этим коэффициентам одновременно с нами сейчас смотрят эту же группу сотни людей если не тысячи прямо конкретно этот товар этот бра что-то сам соответственно они там естественно не все привезут его вы можете его вот сейчас мы выберем определимся запустим и одновременно еще десять человек вот все одно и то же вообще вот даже у одного того поставщика что-то кажется что так много всего и так далее на самом деле и психологии у многих похоже и опыт многих похожий и все в этом роде возможность у нас разрабатывать какие-то особые там товары дизайнерские там такого плана и нету то есть все в равных условиях и вот закажем все вот по такой вот палки грубо говоря сделаем вывод что это самая такая современная классная и все одно время начнем пейпроклик давать и будет у нас разен столько цвет и название класс вообще супер ай код я назову болт другой назовет болт третий назовет акира и понеслась а мы начнем долбить она все по 1599 потом по 1299 и так далее то есть вот такой вот незамысловатый бизнес ну вот что может быть такая ситуация так что иметь ввиду в принципе по поиску я показал и так надо долбить каждую группу то есть вот мы возвращаемся еще раз вот сюда бестселлеры опять же я показал как на ebay брать идеи как брать идеи под релиз также по группам все то же самое и досконально досконально каждого каждого скрупулезно пробивать отбирать 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 широким диапазоном выбрать мне не знаю ну десять товаров мне кажется мало у меня сейчас товаров штук наверное 30 отложено причем они все убийственно такие популярные ну вот есть мне надо соответственно выбрать там я не знаю питок питок по разным по разным критериям почему я беру популярные товары я уже объясню потому что по опыту других людей как ни странно как ни странно продаются те товары которые в конкурентных нишах как ни странно я знаю что основная масса кто смотрит канал у кого нет платных курсов кого у тех людей много очень денег что они готовы на большие бюджеты вкладывать и минимизировать свои риски то есть есть тактики продаж в конкурентных нишах в принципе они работают не факт просто что хватит баланс хватит бюджет вот есть тактики реально чисто на 8 ну проходит прокатит так прокатит не прокатит не прокатит и есть тактики именно аккуратно как правило все и выбирают это вот средний вариант вот который не гарантирует принципе ничего но если я раньше склонялся к варианту среднему где минимальная конкуренция и небольшие продажи то есть не самое там легкое грубо говоря но в любом случае то есть я склонялся больше лучше пускай меньше продаж быть фиксами но главное чтобы меньше конкуренции идеально для меня был коэффициент еще месяц назад это 100 200 300 у первых трех отзывов то есть сотку отзывов можно набрать с двух поставок с трех максимум я думаю даже с одной поставки если она приличная хотя бы чтоб 500 есть у вас можно спокойно набрать потому что отзывы собирать не так просто сделаю следующий несколько будет у меня видосов и в них я расскажу как я по крайней мере собираю вот получается что еще ну вот таким макаром сейчас я склоняюсь к нишам где пускай лучше побольше будет конкуренции но реально побольше продажи и еще чтобы все-таки я входил в тренд то есть на подъеме был не на спаде и на подъеме склоняюсь я кстати сейчас нас скоро уже сентябрь к декабрю грубо говоря там не знаю но однозначно к лету я планирую взять сезон именно летний товар который за летом не может спокойно отбить мои инвестиции почему потому что как правило вот эта зеленость то есть соотношение продаж к отзывам чаще всего возникает в сложных группах сложные группы это группы где габаритный товар где тяжелый товар где неудобный товар где дорогой товар где технически сложный ну как правило недорогой и где сезонный товар там легче конкурировать плюс много сезонных товаров каких-то новинок владеет вот так что имейте ввиду из-за этого вот столкнулся я ситуации вот в лето я вышел во первое июля с не сезоном то есть ну как бы я смотрел как бы обычная то есть нормально но в любом случае у меня ниши это готовка еды соответственно кухня ну летом конечно не в кайф готовить я думаю для этого как раз не вовремя то есть если входить в сезон где-нибудь в феврале потому что надо забывать про китайский новый год или до 20 чисел то есть мыслили после 20 чисел или до там 20 дней у них идет или в начале февраля надо товар закупить то есть января поработать все закупить и отправить его и чтобы с марта уже началось потому что у них страна много так скажем южных штатов севером то есть сверху вниз у них получает страна из-за этого постепенно постепенно сезон к ним приходит не как у нас у нас чуть-чуть по-другому конечно так что буду пробовать и сезонный товар мне это интересно постараюсь по крайней по ситуации но мне даже именно для теста вообще как это все сделать и прогнать и принципе за 3 4 5 6 месяцев любом случае можно нормально заработать и опять же еще из-за того что конкуренция в этих нишах легче легче реально легче наша задача начальном этапе это получить максимальный опыт желательно положительно потому что с отрицательным опытом тяжело работать в принципе все какие будут вопросы обращайтесь те кто уже продает на амазоне к те кто ближайшее время собирается продавать на амазоне уже есть товары все остальное им конечно уже видео немножко не актуально но предлагаю общаться пишите можно будет познакомиться пообщаться и обменяться своим опытом на данные теме думаю достаточно всем удачи всем пока как обычно лайки-дизлайки буду очень благодарен